МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкалья на канале Ангара Медиа. С вами Надежда Фролова. Особый противопожарный режим ведут в южных районах Иркутской области с 30 апреля. Вплоть до 15 июня запретят посещение лесов при наступлении третьего класса пожарной опасности. Будет нельзя сжигать сухую траву и мусор, разводить костры, готовить пищу на открытом огне или углях. Делать это можно лишь в помещениях, в зданиях общепита и в специальных зонах в палаточных лагерях. Сообщается, с начала года в лесах Прибайкалья зафиксировано около 70 очагов. И все по вине человека. Под административную ответственность попало более 150 человек. Сумма штрафов составила свыше 3,5 миллионов рублей. Лучших операторов технологических установок определили в Ангарской нефтехимической компании. Участникам конкурса профессионального мастерства предстояло пройти несколько этапов, в том числе практически. Как это было? Далее. В одном из кабинетов учебного центра АНХК участники конкурса профессионального мастерства проходят середический этап. В течение 40 минут им предстоит пройти тест, состоящий из 30 вопросов. Каждый предполагает 4 варианта ответа, правильный лишь один. Компетентные жюри за каждый начисляют бал. Состязаются 12 представителей разных подразделений компании. Этот конкурс выявляет тех, у кого более широкий кругозор. То есть, если читает много книг, если пускал достаточно большое количество оборудования, то мы как раз такого человека и считаем лучшим. То есть, если у него кругозор, он умеет пустить печку, он умеет пустить насос, то мы считаем, что такие люди должны быть в почете. А это уже современный промышленный полигон с мини-установками, где отрабатывают производственные ситуации. Аппаратчик производства нефтехимии Роман Егоров выполняет поставленную задачу – пуск насоса. Молодой человек работает в АНХК чуть более полутора лет, но уже довольно спокойно сдает этот экзамен. Говорит, конкурсу готовился основательно. Теорию в основном учил, отрабатывали здесь также на полигоне. У нас было две тренировки, на которых было все оглашено, оговорено. Все очень похоже на реальные события, такие, как ты, когда ты приходишь на работу, принимаешь смену и действительно ты должен выполнить все те же самые действия, что ты выполняешь здесь. По словам организаторов, уровень подготовки конкурсантов ежегодно растет. Ведь победа считается одним из главных профессиональных достижений работника. Мотивация есть. Призеров награждает почетными грамотами и ценными подарками. Кроме того, победителям устанавливают доплату. Плюс ко всему появляются большие перспективы для карьерного роста. В этом году в тройку лучших вошли два представителя нефтеперерабатывающего производства. Второе место занял работник производства «Масел». Победитель отправится на финальный этап смотра конкурса, где будет представлять АНХК среди лучших операторов всех дочерних предприятий Роснефти. Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск. Более миллиона рублей за должности по алиментам выплатил ангарчанин после того, как его участок земли арестовали судебные приставы. Сообщается, на содержание несовершеннолетнего сына в пользу бывшей супруги положена половина всех видов заработка мужчины. Но свои родительские обязанности мужчина не исполнял. Когда сумма выросла до миллиона ста тысяч рублей, у него арестовали участок, расположенный в Китое. В дальнейшем землю планировали продать на публичных торгах. В итоге ангарчанин долг погасил. Не переключайтесь, далее немного полезной рекламы. МРТ-диагностика с современными и точными аппаратами в Центре МРТ «Лидер». Специалисты МРТ «Лидер» проводят высокотехнологичные исследования. Ведь вовремя поставленный диагноз – залог успешного лечения. Диагностика без очередей в удобное для посетителя время. Диагностический центр МРТ «Лидер». 277-й квартал, дом 22. 29 апреля, 18.30. Школа номер 37 имени Героя Российской Федерации Аркадия Королькова приглашает выпускников девятых классов и их родителей на презентацию профильных МВД-класса и класса Росгвардии. Справки по телефону 58-16-18. 58-16-18. Не хватает скорости? С тарифом Турбо скорости хватит на все! До 200 мегабит в секунду! Смотри, скачивай и играй одновременно! Успей подключить по акционной цене всего за 450 рублей в месяц. РТА Телефон. Предложение ограничено. Вопросы техносферной безопасности обсудили на Всероссийской научно-практической конференции, которая состоялась в Иркутске. В ней приняли участие студенты, аспиранты, общественники, в том числе и Зангарска. О чем говорили собравшиеся в следующем материале. Проблемы безопасности необходимо обсуждать и решать, как отметили организаторы. Чем больше развивается научный прогресс, тем более сложным и хрупким становится мироустройство. Участники форума отметили актуальность его направлений, пользу для фундаментальной науки. Опыт и компетенции получены здесь необходимы в научной деятельности и обычной жизни. Цель проведения конференции, конечно же, прежде всего нацелить ребят на критическое отношение к той информации, которую они сегодня получают. Потому что очень много лишней информации, ненужной, и когда начинаешь беседовать с ребятами, они задают вопросы очень актуальные. Вот цель как раз, чтобы они критически оценивали и правильно интерпретировали те факты, которые они получают, в частности, из интернета. Конечно, фильтровали, конечно же, правильно интерпретировали. Ну, а с февраля месяца все получило новую совершенно актуальность. Поэтому тема конференции оказалась очень актуальной. Гостем форума стала заместитель председателя общественного совета при Ангарском управлении МВД Ангелина Попова, которая возглавляет региональную организацию в защиту права и активно работала над созданием Центра кибербезопасности. Требованием времени в декабре 2022 года этот центр был организован, Международный центр по борьбе с киберпреступностью. Усилиями общественности, в том числе моей личной Иркутской области, нам удалось открыть представительство в городе Иркутске, которое сейчас запускает свою деятельность. И при поддержке главного управления МВД по Иркутской области будет реализовываться ряд мероприятий. В том числе рада сообщить, что будем приглашать активных студентов, тех, кто обучается юриспруденции, для помощи, для формирования студенческих отрядов кибербезопасности и борьбы с киберпреступностью на благо нашего народа и нашего государства. Всего форум объединил свыше 200 докладчиков из России и Узбекистана. Обсуждали вопросы цифровизации и образования в техносферной безопасности, охраны труда, экологии и здоровья. Впервые коснулись темы устойчивости к антибиотикам, используемым в медицине и сельском хозяйстве. Можно отметить доклады тех ребят, которые уже озабочены и озадачены решением проблем, связанных с ранним суицидом, который встречается уже и на территории нашей области, и в целом нашего государства. Это вопросы информационной безопасности детей, это вопросы, связанные с информационной безопасностью государства, как отдельного вида национальной безопасности нашей страны. Ну и, наверное, необходимо отметить доклады тех ребят, которые предлагают уже пути решения проблемы. Они даже выходят через различные федеральные конкурсы со своей инициативой. Эта инициатива направляется посредством участия как раз в научных мероприятиях, студенческих, в органы государственной власти для принятия резолюции по тем или иным направлениям. Альберт Домнин, Алексей Резник, новости 360 Ангарск. Три с половиной года лишения свободы условно со штрафом в 100 тысяч рублей. Такой вердикт вынесут в отношении 19-летнего ангарчанина за незаконное изготовление и хранение огнестрельного оружия. Действия молодого человека пресечены сотрудниками областного управления ФСБ. У парня изъяли три ствола, переделанные из сигнальных пистолетов, патроны и порох. Посещение парной, можно сказать, древней обычай. Ведь это особое место, где можно не только расслабиться и отдохнуть, но и укрепить своё здоровье. Русская баня на дровах «Охотничий домик» построена с соблюдением всех технологий и традиций русских бань. Веники – один из обязательных аксессуаров. «Охотничий домик» предлагает на выбор пихтовые, дубовые и берёзовые. Каждый из них оказывает определённый эффект на организм человека. Одни благоприятно влияют на кожу и суставы, другие помогают избавиться от болезней дыхательных путей. Их персонал подбирает лично для каждого гостя с учётом особенностей его здоровья. Подстраиваемся под каждого клиента, подстраиваемся прям. В бассейне у нас каждый день свежая и чистая вода. Стараемся. У меня приезжает с младенцами, буквально, вот я говорю, с малышами, которые вот только-только пились. Температуру в бассейне также регулируют под пожелания каждого посетителя. Сделать воду тёплой можно, заранее обговорив это с администратором. Мы, конечно же, обсуждаем, какая температура должна быть в бассейне. Баню им тоже пожарче или кому-то послабее. Кто-то не любит сильно жаркую баню. Основное правило бани – проведение времени с пользой для здоровья. Поэтому охотничий домик обеспечил парилку мягким климатом с температурой 60 градусов. Для укрепления иммунитета банный комплекс в Майске предлагает не изменять традиции. Закалять дух контрастными процедурами. После жаркой парилки можно облиться ледяной водой. А после угоститься свежеприготовленными позами из натурального мяса. Мы уже не первый раз в этой бане. Очень любим отдыхать здесь с семьями, друзьями. Сегодня, правда, вдвоем с сестрой, с детьми, так как мы уже работаем. Нам очень здесь нравится. Можно где-то погреться. После парилки искупаться в бассейне вместе с ребятишками. Здесь очень чисто, уютно. Подогреют бассейн, водичка, чтобы дети не замерзли по комфортности. Как попросишь, так все сделают. В зоне отдыха расположены соляные блоки, где из-за чашечки фито-чая можно укрепить иммунитет. Дыхание таким испарением помогает снять стресс, нормализует сон и даже помогает похудеть. Вмонтированные в стену печи кристаллы растворяются медленно. Поэтому посетителям с аллергией можно не бояться. Такая практика принесет организму только пользу. В бане есть все для комфортного отдыха. Одноразовые тапочки, музыка и посуда. Также в охотничьем домике действует программа предзаказа меню. Гости могут заранее обговорить с персоналом, что хотели бы видеть на столе. Семейный комплекс бани «Охотничий домик» находится по адресу. Микрорайон Майск, улица Димитрово, 9А. Ксения Высоцкая, Алексей Резник, Новости 360, Ангарск. Регионам разрешили продлевать майские праздники до 10 дней. С инициативой длинных каникул выступили в Государственной Думе, но в Министерстве труда ее не поддержали. Власти разрешили главам субъектов самим решать о продлении майских праздников. Напомним, в прошлом году из-за пандемии период с 1 по 10 мая объявили нерабочим. А сейчас в связи с улучшением ситуации решение отпускать или нет жителей Иркутской области на весенние каникулы остается за губернатором. Пока длинные выходные не планируются. Если у вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. А также все наши репортажи вы можете увидеть в нашей группе ВКонтакте. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Ангарск, нижнее подчеркивание, 360. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов Прибайкалья. Здравствуйте, это погода на канале Ангара Медиа. Я Екатерина Кусюмова. В Байкальске 27 апреля переменная облачность. Днем температура воздуха составит 6 градусов выше нуля. В темное время до плюс 1. Возможны осадки. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. В Листвянке солнечно. Днем плюс 7 градусов. Ночью на термометре можно будет наблюдать 3 градуса по Цельсию. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Спонсор прогноза погоды – Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований. Уникальное оборудование и методы лечения и диагностики. Физио, МСКТ, УЗИ, невролог, лор, дерматолог, аллерголог, профпатолог и многое другое. Ангарск, 12-й А, микрорайон, дом 3А. Телефон 557557. Клиника в СИМАИ. Врачи высшей категории, кандидаты и доктора наук, собственная лаборатория, уникальное оборудование и методы лечения, комплексная диагностика, УЗИ и ЭКГ. К вашим услугам. Программы здоровья, курсы массажа, ЛФК и инновационные физиопроцедуры. Клиника в СИМАИ. Ангарск, 12-й А, микрорайон, дом 3А. А теперь о погоде в Ангарске. В среду переменная облачность. В обед 10 градусов, ночью плюс 2. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите метеопрогноз на канале Ангара Медиа. А я желаю вам отличного настроения в любую погоду.